От пациента. Периферический рак из 4, 5 левого легкого, бронхиолоальвеолярный, Т1Н0М0. Состояние после верхней лобоктомии слева 14 сентября 2010 года. Состояние после краевой резекции нижней доли левого легкого от 21 июля 2011 года. МЦ в паренхему нижней доли левого легкого. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 68 лет, дата исследования. 17 мая 2022 года, область исследования, органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Объем левого гемиторакса снижен. Состояние после левосторонней верхнедолевой лобоктомии, пневматизация нижней доли слева снижена. Сформированы тракционные бронхоэктазы. В верхней части гемиторакса сформирована полость размером 64 на 23 на 92 мм. Минимальное количество жидкости в левом гемитораксе. В пятом межреберье мягкотканный очаг 14 на 9 мм. В шестом межреберье по паравертебральной линии определяется участок повышенной воскулиризации размером 9 на 8 мм, рядом очаг 15 на 12 мм, в девяти очаг 8 на 7 мм. В С1 справа визуализируется толстостенная полость неправильной формы, участки локального пневмофиброза, консолидации легочной ткани, тракционных бронхоэктазов, размером 38 на 41 на 64 мм. Пневматизация легочной ткани правого легкого неравномерно повышена, за счет явлений центрилобулярной и панлобулярной эмфиземы, правая легкая заполняет левый гемиторакс. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. В центральных отделах бронхи тракционно расширены, стенки их уплотнены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника сформирован правосторонний сколиоз до 30 градусов с вершиной VTH6. Сердце не расширено, по стенкам аорты многочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. Состояние после оперативного лечения. Уменьшение объема левого гемиторакса. КТ – картина секундарного поражения левого гемиторакса. Полости деструкции, локального пневмофиброза, тракционных бронхоэктазов справа, тенденции к формированию эмфиземы легких, правосторонний сколиоз третьей степени. По сравнению с заключением КТ от 3 декабря 2020 года, отрицательная динамика. Появление выпады очагов в левом гемитораксе с активным накоплением контраста. 28 мая 2022 года, доцент кафедры К.М.Н. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. Сейчас в левой половине грудной клетки есть мягкотканных очагов, по всей видимости метастазов. Есть небольшое количество жидкости, что также характерно для поражения плевры. Эти метастазы небольшие, они далеко от крупных сосудов и особой угрозы не представляют. С этим имеет смысл обратиться к онкологу. На верхушке правого легкого полости деструкции, скорее всего, исход воспалительного процесса, патологического накопления контраста в ней нет. За счет того, что правое легкое занимает весь объем грудной клетки, сформировалась эмфизема. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok